Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема сегодняшнего выпуска – как сделать употребление алкоголя минимально опасным для человека. Алкоголь – штука коварная. Он наносит сокрушительный удар по здоровью человека и, прежде всего, разрушает его мозг. Даже несколько капель алкоголя безвозвратно уничтожает несколько тысяч нейронов. Как же сделать алкоголь безопасным для здоровья и существуют ли безопасные нормы при его употреблении? Об этом и о многом другом буквально через минуту расскажет врач-специалист. Опасность злоупотребления алкоголем ни у кого не вызывает сомнений. Но существует множество состояний и ситуаций, когда даже малые дозы имеют большое значение. Существует 30 заболеваний, вызываемых исключительно алкоголем, и 200 болезней, возникновению которых он активно способствует. Алкоголь даже в малых дозах увеличивает риск развития цирроза печени, панкреатита, новообразований. Научно доказана его взаимосвязь с раком полости рта, гортани, пищевода, толстой кишки, печени и молочной железы у женщин. Употребление даже 10 граммов спирта увеличивает риск нарушения ритма сердца. Итак, еще раз назову тему сегодняшнего выпуска «Как сделать употребление алкоголя минимально опасным для здоровья». У нас в студии заведующее отделением неотложной наркологической помощи Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис» Виталий Владимирович Клеменков. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Добрый день. Итак, существуют ли нормы безопасные для человека? Как можно однозначно ответить на это? Как нарколог скажу, норма одна. Если не принимать алкоголь, то и опасности не будет. Но тем не менее, вот я все время вашим коллегам задаю один и тот же вопрос. Жизнь такова, что вокруг нас всегда алкоголь, хотим мы этого или не хотим, дни рождения, свадьбы, какие-либо торжества, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Но этот список можно перечислять бесконечно и присутствует в том или ином количестве, в той или иной форме, но алкоголь на столе присутствует. От него не спрятаться никуда. Конечно, алкоголь присутствует и в моей жизни, но речь идет не об злоупотреблении, то есть я не буду из себя изображать ханжу. Неделю назад как раз эта тема всплыла в интернете, когда из Минздрава или около Минздрава была утечка, когда якобы специалист, нарколог, выдал какие-то нормы разрешенные. То есть по существу этот вопрос обсуждался. Потом его заклевали, потом выступал и бывший санитарный врач Онищенко, который указал на то, что если это был специалист, он был непрофессионален. Я вынужден присоединиться к мнению бывшего санитарного врача. Если от меня, как от врача, прозвучит какая-либо цифра разрешенная, разрешенная, то большинство наших слушателей, оно зацепится за эту норму, и это уже будет неким мифом, ага, врач разрешил. Поэтому для того, чтобы была безопасность, для этого нужно, чтобы алкоголь отсутствовал. В жизни человека. В жизни человека, да. Но, тем не менее, с давних времён, когда ещё первобытные люди съели несвежие фрукты, алкоголь уже поступил в их организм. И они поняли, что они не умерли. В какой-то момент, когда было голодно и были только эти несвежие фрукты, они их спасли от голодной смерти. То есть люди не умерли. И с тех пор они поняли, что с какими-то проблемами, с помощью алкоголя легче справляться. До нас дошла эта традиция, когда человек, употребляя алкоголь, расслабляется, снимается напряжение, например, и так далее. Вот с помощью алкоголя даже есть такой термин – лечатся люди. Как вы относитесь к этому? Трудно предположить, что всё-таки некая человеческая история началась с несвежих фруктов, перебродивших. Если посмотреть на эту проблему немножко шире, то речь всё-таки идёт не просто об алкоголе. Речь идёт о том, что на наше сознание воздействует что-то, воздействует какое-то психоактивное вещество, которое меняет нашу действительность. Если тревожно, если депрессия, если мне одиноко, то нужно что-то, что избавит меня от этих негативных переживаний. Что это будет? Алкоголь ли? Или это будет какое-то другое психоактивное вещество, даже, может быть, запрещенное законом? По большому счёту нет большой разницы. Хотя, конечно, алкоголь разрешён, он доступен, и поэтому большинство проблем всё-таки связано с тем психоактивным веществом, которое разрешено и, значит, доступно. И понятно, что статистика по травматизму, по преступлениям, она в большинстве своём всё-таки связана именно с алкоголем, и поэтому эта тема муссируется. Но вопрос заключается в том только, почему человек это принимает, почему он использует что-то, что каким-то образом меняет его сознание, меняет его настроение, меняет его окружающий мир. И если это приносит проблемы, если это приносит какие-то вредности, значит, там появляются наркологи, которые видят эти симптомы и устанавливают какой-то диагноз. И там начинается наша помощь. Если нет проблем, и субъективно, и объективно, потому что большинство наших пациентов говорит, у меня всё хорошо, и при этом уже живёт на помойке, и печень не работает, и перенесён на алкогольный психоз. Но человек говорит, я счастлив, и со мной всё в порядке. К сожалению, болезнь часто так распоряжается пониманием. Но если это не наносит вреда, если это не имеет каких-то последствий, значит, так это и есть наша жизнь. Ну, в любом случае, не хочу быть адвокатом алкоголя в этой программе, тем более. Поэтому, наверное, мы всё-таки будем говорить о том, насколько жизнь лучше и здоровье человека лучше без алкоголя вообще. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы к нашему гостю или мнение по обсуждаемой теме, пожалуйста, звоните. Наш телефон 67 97 67. Ну, а если вы позволите, я начну уже озвучивать вопросы, которые пришли накануне. И, в частности, Семён из Великого Новгорода спрашивает, что творится в организме под воздействием алкоголя. Есть ли безопасные нормы, в частности, для печени? Я думаю, что творится разное. Может быть, даже и не сильно пострадала печень, но какая-то псевдобезопасная доля алкоголя привела к тому, что Семён то ли совершил правонарушение, то ли дорожно-транспортное происшествие под влиянием алкоголя. Ну, вот тогда и ответ, что творится. Этанол по химическому строению – токсический продукт. Это яд. Безусловно, он действует и на сердечно-сосудистую систему, и, в первую очередь, на самый важный фильтр, который присутствует в нашем организме – на печень. Чем больше алкоголя, тем больше токсического влияния, тем больше последствий. Ну и всё-таки на первое место я поставил бы не боязнь, что там случится с печенью, а как я себя веду, что происходит в результате употребления алкоголя. Свой мозг. Безусловно, потому что речь идёт о том, как меняется поведение. А там лёгкая степень опьянения, мы смотрим статистику, и большинство преступлений совершается в лёгкой степени опьянения. Средняя степень или тяжёлая степень, где уже требуется помощь токсикологов и реаниматологов, а не наркологов, там уже страдают органы и системы, когда человек должен лежать на больничной койке между жизнью и смертью. У нас есть звонок в прямой эфир, послушаем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот немножко в другом ключе я хотела бы поговорить. Никто вот это не касается. И я ничего нового не скажу, только из классики. Нас не удивит, что укротитель ко львам в клетку входит. Почему человек скорее соглашается ко льву подойти, нежели к человеку, когда он не в духе или пьян. В чёрном стае грачей белого голубя клюют, потому что чистота им обидна. А среди людей разве честная жизнь упор для других? Куда пропали такие редкие, дорогие качества души, как теплота и искренность? Почему героями новой эпохи становятся более циничные люди? Сказывается, сила денежного мешка, не пора ли уступить дорогу людям избранным, которые хотя бы изредка пробуждали нас и напоминали нам о том идеальном мире, о котором мы забыли. Не хотелось бы, чтобы нас постигла участь двух богатейших городов, как Шадом и Гамора. Они не устояли, потому что в них перевелись праведники. И в результате чего в них поселился и укоренился разврат. Вот я думаю, что алкоголь вот этим страшен. Не столько для организма, а сколько для окружающей среды. Спасибо. Очень эмоционально. Не всё понял. Наверное, может быть, только что-то. Присоединяюсь к тревоге нашей зрительницы. Зрительнице не хочется с Содома и Гаморы. И тут наркологи на вашей стороне. Главный посыл этой речи, я поняла в том, что алкоголь страшен даже не теми разрушениями, которые происходят в организме человека, сколько снятием неких каких-то, может быть, ограничений в поведении, в том разрушительном действии, которое он оказывает в целом на общество. Вот в этом, наверное, увидела наша телевидительница зло алкоголя. И коварство его. И вы с этим соглашаетесь. Абсолютно. Мирослава из Новгородского района спрашивает. Фермент, расщепляющий алкоголь у разных народов, содержится в разных количествах. Ну, видимо, прочитал человек. Значит ли это, что и безопасная норма алкоголя для них разная? Но мы тут говорим, что вообще нет безопасной нормы, но тем не менее. У кого-то генетически заложена слабость в ферментной системе. Кто-то имеет то, что называется наследственную предрасположенность. Это трудно выяснить, трудно предположить. Ведь большинство наших пациентов в большем проценте все-таки имеют наследственную предрасположенность. Бабушки, дедушки, родители имели проблемы с алкоголем и, может быть, имели какие-то другие психические заболевания. Но при этом может быть и идеальная наследственность, может быть, и семья безупречная с точки зрения воспитания. Но болезнь может появиться в любой абсолютно гармоничной семье. Никто от этого не застрахован. И я хотел бы здесь немножко отвлечься и попытаться, может быть, разрушить миф. Потому что когда речь идет о наркологии и психиатрии, всегда это сопряжено с какими-то шутками, прибаутками. То есть это та тема, на которую сразу, во всяком случае, при встрече где-нибудь за столом, сразу на это обращают внимание. У нас тут рядом с нами нарколог. И при этом большинство говорит об этом, как бы отстраняясь. То есть они у вас там. Ну, как бы про тех пациентов, которыми мы занимаемся. Это у вас там за забором. Я хочу сказать, что эта болезнь такая же распространенная и тяжелая, как и все другие заболевания. Как и сердечно-сосудистые. Просто, может быть, статистика немножко разная. И заболеть может каждый. Нет никаких индульгенций, нет никаких защитных тотемов, которые могут вам гарантировать о том, что вы не заболеете. В том числе и ферменты. Количество фермента, которое щепляет алкоголь. Безусловно, да. Оно может быть и идеальное, оно может быть и супершикарное, но поведение человека, так он строит свои взаимоотношения, так он формирует свой круг общения, что все идеальные ферментные системы могут быть обрушены. Хотя, безусловно, я так понимаю, что наша зрительница ссылается на то, что северные народы чаще становятся зависимыми. Ну, может быть, становятся. Вопрос только в том, что происходит с вами, с вашими близкими, насколько употребление алкоголя и других психоактивных веществ влияет на вашу личную ситуацию, семейную ситуацию. Перейдём к третьему вопросу. Фёдор из Великого Новгорода пишет. Начался период простуд, ОРВИ, ОРЗ и прочих болезней. Всем известные препараты от кашля, простуды и обезболивающие многие из нас принимают и садятся за руль, не задумываясь о последствиях. Как не лишиться прав из-за употребления лекарств? Это хороший вопрос. Это будет мой такой подарок Фёдору и всем нашим телезрителям. Читайте инструкции. Если в том препарате, который вы принимаете при простуде, при бессоннице, при, как любят бабушки своим детям или внукам, накапывать якобы сердечные средства, смотрите, что содержит препарат, есть ли в инструкции ограничения при использовании того или другого средства. Это наиболее болезненная и частая проблема, которая встречается в нашей амбулаторной практике и при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, когда, приняв несколько капель якобы сердечного средства, которое содержит противоэпилептическое средство фенобарбитал, человек потом лишается прав. Это нервотрёпка, это трата финансов на адвокатов, это задействована целая куча людей. Смотрите, внимательно читайте инструкции. Если это кодеин, содержащий препарат, если это фенобарбитал, содержащий препарат, то садиться за руль нельзя, потому что любое количество выявленного средства вас автоматически лишит права управления транспортным средством. Такое часто бывает не только при управлении автомобилем. Такие вопросы часто возникают и при профосмотрах. Когда человек проходит профилактический осмотр через психиатра-нарколога, и вдруг выявляется, что в биологической жидкости содержится сильнодействующее вещество. Врач-нарколог должен будет прояснить, это медицинское использование препарата или это не медицинское использование препарата, который влечёт за собой профилактический учёт, посещение нарколога. Конечно, к нам милости просим, но я думаю, что особой радости вряд ли у наших телезрителей это вызовет. Поэтому мой рецепт, внимательно читайте инструкцию, если есть ограничения на использование данного средства, это влияет на управление транспортным средством и на координацию, то остерегитесь, посмотрите, задайте вопрос врачу, который вам назначает это лекарство, какие могут быть последствия. Наиболее проблемный и наиболее острый вопрос, который встречается в нашей амбулаторной практике. У нас вопрос в прямой эфир, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть учёт неблагополучных, почему их не лечат принудительно? Вы же сами понимаете, что в том состоянии, в котором они живут, они не могут принять правильного решения. Речь идёт о обязательном лечении. Если я не ошибаюсь, по-моему, такой есть термин. Такая форма есть. Это может обязать только суд. То есть если гражданин совершил правонарушение в состоянии опьянения, то ли алкогольного, то ли под влиянием каких-то других психоактивных веществ, если уже установлено наркологическое заболевание, и это заболевание привело к тому, что закон был нарушен, то суды обязывают граждан проходить диагностику, лечение и реабилитацию, если требуется, под контролем врачей и наркологов. О какой принудительности идёт речь? Если наш пациент, то, что называется, допился до чёртиков, до белой горячки, то есть действительно принудительность, когда психиатрическая бригада госпитализирует такого пациента по неотложным показаниям в психиатрический стационар. Когда речь идёт о том, что это не безумие, то есть человек отвечает за свои действия, и он должен предвидеть последствия, то тогда обязательность, принудительность присутствует, но врачи-наркологи не удерживают такого пациента. Мы предоставляем условия, мы предоставляем лечение, и пациент должен лечиться. Если он нарушает режим, если он отказывается от лекарств, то мы его выписываем. Я хочу обратить внимание нашей телезрительнице, которая обратилась с этим вопросом по поводу принудительности. Если принудительность, значит, тогда мы за него решаем. Тогда любой употребляющий алкоголь, он как бы недееспособен, то есть за него, за каждого нужно будет решать врачам, а это не является поводом для того, чтобы человек не нёс ответственность за свои действия. Я хочу сделать акцент, что ваше отделение называется отделением неотложной наркологической помощи, то есть когда ждать не приходится каких-то чудес от самого пациента, поэтому приходится ему помогать, грубо говоря, насильственно. Вопрос всё-таки не о насильственности, потому что если говорить о нашем отделении, то показанием для госпитализации является добровольное информированное согласие, письменное. Если человек не даёт согласия, то мы не можем применять силы, то, что называется, через колено, потому что для этого создана определённая процедура, которая определена законом об психиатрической помощи. Есть санкции суда, есть выездные заседания, то есть это целая юридическая процедура. Поэтому, когда речь идёт о неотложке, всё-таки это неотложное состояние, которое требует нашего вмешательства, но при этом оно требует согласия пациента. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, ответить на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведём небольшой итог всему сказанному выше, уважаемые друзья. Затем вернёмся в студию и узнаем, кто придёт к нам завтра. Алкоголь — это психоактивное вещество, и даже малые его дозы открывают ящик Пандоры серьёзных потенциальных проблем. Для снятия стресса, улучшения коммуникации между людьми есть множество неалкогольных и проверенных способов без побочных эффектов. Можно слушать людей, а не пить с ними, снимать стресс в спортзале, а не в баре, привлекать противоположный пол обаянием, а не с помощью спиртного. Медицинские расходы трезвенников значительно ниже, чем умеренно пьющих. Отказ от алкоголя приводит к увеличению уровня нейромедиатора дофамина, и человек становится более мотивированным и энергичным. Напомню, что программа «Скажите, доктор» выходит в прямой эфир по будням в 12.40. Завтра, в среду, будем говорить о проблемах с потенцией у мужчин. К нам в студию придёт врач-уролог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Новгородской области Сергей Геннадьевич Гусев. Вопросы можно задавать заранее в группе НТВ «Контакте», а также на сайте интернет-издания «53 новости». Сегодня же мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!